Одним из трёх дошкольных образовательных учреждений, открытых накануне 1 сентября, стал новый корпус детского сада «Колокольчик» в микрорайоне Бутово-парк. Появившись несколько лет назад, этот детский сад носил название «Возрождение» и был коммерческим. Посещало его всего около 40 детей. Но в этом году застройщик передал его муниципалитету, и теперь количество воспитанников увеличится в несколько раз. Благо, помещение позволяет. Мы не против коммерческих детских садов, но мы считаем, что именно создание социальной инфраструктуры, бюджетной социальной инфраструктуры является основой нашей политики, которую мы проводим. По словам главы, до конца года в Ленинском районе откроется ещё 4 детских сада. Сразу после торжественной части состоялась небольшая экскурсия. Заведующая Марина Юрчишина провела почётных гостей по просторному светлому помещению. Здесь можно было увидеть собственный пищеблок, спортивные и актовые залы, спальни и игровые комнаты. Особенность этого детского сада – музей русских традиций, где уже собрано немало экспонатов. Среди них игрушки, посуда и изделия национального прикладного творчества. Музей здесь начали делать ещё до нас, те, которые работали в детском саду возрождения. Мы хотим продолжить эту традицию, собирать экспонаты, чтобы дети наши не забывали нашу историю и пополнять знания и багаж детей. В Бутово парке много новостроек. Заселяется большое количество молодых семей с детьми. И новый детский сад для них – долгожданное событие. Здесь, в данном саду, может находиться порядка 220-240 человек. Поэтому это значительно поможет жителям сократить временной период, в котором они стоят в очереди на получение места. Я считаю, что это хорошее решение. И, конечно, рады не только дети и их родители, но и все сотрудники учреждения. Для коллектива детского сада педагогического он опытный, очень творческий. Наличие таких условий позволит очень интересно построить образовательный процесс с детьми. Позитивные изменения, произошедшие в районе за последние пару лет, видны невооружённым глазом. Главная задача администрации – вести последовательную социально направленную политику. Радно, конечно, осознавать, что администрация очень большое внимание уделяет нашим объектам, детским садам, школам, очень много сделано за последние два года, очень много открыто социальных объектов. Если проводить аналитику, то это своего рода прорыв в строительстве социальных объектов на территории Ленинского муниципального района. А маленьких жителей Бутова парка остаётся ещё раз поздравить с прекрасным подарком к 1 сентября. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.